Мы находимся на территории госпиталя Красная Звезда. Нами создана Аллея Славы, мемориальный комплекс. Я хотел бы вас ознакомить. Вот наша, будем говорить, вывеска госпиталя. Мы находимся в стенах здания госпиталя, значит, полное его название Международный социально-гражданский госпиталь имени 70-летия Победы. Госпиталь создан для лечения пациентов, которые оказались на сегодняшний момент не в простых условиях для тех людей, у которых нет возможности попасть на лечение. В частную клинику в государстве, но которая не имеет гражданства в России. Те, кто не могут дождаться, для тех, кто не могут дождаться своей очереди. Значит, госпиталь должен в полном доработанном виде уметь принимать пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Значит, мы собираемся здесь открыть отделение эндопротезирования крупных суставов. Значит, челюстно-лицевую хирургию обязательно собираемся внедрять. Ну, а там, как Бог даст. Возможности у нас большие, благо бы довести их от нашей цели до логического завершения. Все те, которые сегодня оказались в затруднительном положении, но существуют проблемы со здоровьем, всю непосильную помощь, которую мы можем, мы всегда окажем. Я являюсь верующим человеком и хочу, чтобы на лечение, вот хотя бы вот эту малую лепту, то, что мы можем нести, да, значит, чтобы любой человек, у которого есть проблемы со здоровьем, хотя бы первую помощь мы могли оказать, потому что это здоровье. Боль не понимает. Есть деньги, нет денег. Мы стремимся к тому, чтобы действительно был гуманный подход и стараемся принять всех, тех, кто обратятся. Я считаю, что в сегодняшнее сложное время, в целом, то, что творится в мире, мы должны своему молодому поколению напоминать о том, что наши деды, прадеды прошли очень много сложностей, чтобы наша страна сегодня вообще существовала. И тем самым мы должны воспитывать свою молодежь, чтобы они знали, что такое Родина, какой сложный путь прошли наши предки. И гордились тем, что было отвоевано у фашистов. И в сегодняшнее сложное время, я считаю, это актуально для того, чтобы детям наглядно показать, что нужно делать для того, чтобы завтра также ими гордилось будущее поколение. И на территории нашего госпиталя мы хотим организовать военно-патриотический клуб, кружки для детей, для того, чтобы изучать историю страны, объяснить молодому поколению, что у граждан страны не только предназначение жить в ней, а еще защищать страну.